В пяти чебоксарских школах временно приостановлен образовательный процесс. Гриппом и ОРВИ в них болеют более 20%. Но благодаря современным технологиям ученики не пропускают уроки и продолжают грызть гранит науки. Дистанционно. 11-классник Илья Абксентьев уже неделю не посещает родную гимназию номер 4. 7 февраля он, его одноклассники и остальные ученики сидят дома и учатся по скайпу. Таким образом мы можем не терять время сидя за компьютером просто, а заниматься с учителем. То есть проводить то же самое время, но с пользой. Сейчас время, деньги и получается мы стараемся отдать все время учебе. Потому что времени сейчас категорически не хватает. И любую минуту, секунду нужно использовать, чтобы как можно лучше подготовиться к ЕГЭ, издать и поступить в хороший босс. Со своим учителем английского языка Левтина Филипповой Илья занимается каждый день. Преимущество электронного образования Левтина Альбертовна оценила сразу. С учениками всегда онлайн. Качество образования из-за того, что детям очень интересно дистанционно работать, возможно даже в чем-то повышается. Это принципиально другой уровень, другой вид, скажем так, образовательной работы, который вызывает у детей большой интерес. Несмотря на то, что дети школу не посещают, у учителей работы хватает. Приходится точно так же готовиться к урокам, уточнять учебные планы, составлять домашние задания и готовить отличников к Олимпиадам. Сейчас школы не посещают почти 5000 чебоксарских школьников. Обучение временно приостановили до 14 февраля. Но уже 15 февраля все ученики должны вернуться за парты. И еще одна приятная новость. Смотря на то, что учебный процесс на 7 календарных дней у нас приостановлен, на весенние и на летние каникулы это не повлияет. Татьяна Раевская, Галина Титарчук, Андрей Шоклев, Республика.